Борис Урсус готов обмануть судьбу злодейку. Приветствую вас, друзья, с вами Верус и... Понимаете, что я подумал? Мне тут такая идея, она ведь не пришла. Думаю, а что? Если попробовать, ну вот порталы у нас открылись, да? И сейчас мы видели, что совсем недавно служители пасти отправились к Нургу, чью душу нам еще тоже нужно достать. А если мы туда отправимся? По идее, мы можем их опередить, по идее, мы можем их и перестрелять, и... Борис Урсус himself! И оформить все это дело. Победное, победное сделать все. Путешествие. Тогда сюда мы загоняем сейчас вот как раз полностью стэк. Этого, я думаю, будет достаточно в пикете, чтобы защитить его. Бориса, правда, тогда... А ну-ка, давай попробуем. Там же можно будет сразу восполнить потери за счет Нургликов. Поэтому, а ну-ка, передвигаемся сюда. О, подожди, а почему нам не предлагают зайти в кузницу? Это... Это что за бред? По идее же сейчас мы должны прервать. Я правильно понимаю? Мы сейчас там 15 ходов, мы должны прервать... Вот, перехват душ. Перехват, перехват. Переместитесь через разлом в кузницу душ, да. То есть нужно именно в кузницу попасть. Хм. Ну ладно, давайте попробуем отправиться во владение Нургу. В принципе, я думал попробовать эксперимент. Сейчас скажу, не пойду в кузницу душ, как с ограми. Да, вот здесь появится такая большая плашка. Нет, ее здесь нет. Либо баг, либо я что-то неправильно делаю. Либо еще порталы не закрылись от предыдущего. Хотя, ну, вряд ли. Блин, это бред. Должны. Ну ладно. Отправляемся пока что к Нургу. Отправляемся пока что к Нургу. Или в кузницу, нет? Нет. Ну. Земля властителя чумы. Следите, куда ступаете в этом царстве гнили. Владение Нургла сад болезненно раздутых животных и растений, жаждущих поделиться вредоносными спорами. В центре сада возвышается особняк властителя чумы. Огромное покосившееся сооружение, где Нургл создает свои самые опасные болезни. Ворота особняка охраняет садовник. Любимый принц-демон Нургла. Уничтожьте его и заберите его душу. Ну, все-таки мы должны были отправиться как-то... Я думал, вдруг баг сейчас нас отправит в кузницу. Например, отсюда. Но мы соберем четвертую душу, мы в кузницу сможем отправиться, но уже как победители, да, сражаться с Белокором. А вот... Как быть теперь... Скуга там? И почему? Может, это у меня баг какой-то, что я не могу отправиться сейчас в кузницу. Может, реально из-за того, что разломан один ход, то еще как бы не закрыт. Но вряд ли, вряд ли. Вот он, мясник. Он тоже появился, в принципе, тут только что. Так что недавно. Что за армию у него мы конкретно сейчас не видим. Он лагерем, кстати, да. Я лагерем же переместил, и он хорошо здесь еще и восполняет потери. Так что вот сюда нам и не нужно будет идти сразу. Мы можем пробиваться на следующем ходу. Потом идти сюда. По пути может и Ограф разбить. Там... Главное 15 ходов не ходить. Ну, я думаю, 15 ходов мы бродить там и не собираемся. 15-ку мы там гулять не будем так долго. В общем, такой вот вариант. Отправились к Нурглум за последней душой на вот такой вот ноте. Кстати, здесь, блин, ну обидно, что погиб от голодухи. И сейчас такое возможно, что отряды гибнут. Не просто объединяются, а именно гибнут. Так, а ты не дотянешься до меня? Нет, ты не дотянешься. Давай перебросим тебя сюда. Начнем с Стражу Небесного Дракона возвращать. Подожди, а чё это? Ты не на территории... Кислева? Серьезно? Косяк. Ты не на территории, Кислева. Ну, хоп, он тут пока что. Фигню нужно, например. Придется тогда нанимать обычно. Ладно. Сойдет. Сойдет, Анталь. Анталь, снимай. Тяжелая победа. Ну, кстати, ему обещают слив. А если... А если мы сделаем вот так? Ну, как, сольет, что несколько отрядов. Во, уже никого не сливает, да, судя по... Не, один, это все-таки сливает. Ну, ладно, Гобл. Ничтож, на сейчас очень интересные события с вот этими душами. Не тратить на мятежничка как-то не хочется время. Только тебя, наверное, все-таки вот в этот город мы сейчас перебросим. Чтобы он тут восполнял гарнизон. И если попадет в осаду, этот был уже свежий и мог прийти на помощь. Ну, и наоборот. Железная дисциплина. Стремительный удар есть. Сюда. Огневая подготовка. Есть. Теперь ты, думаю, заслужишь хоть какую-то... Он, кстати, лечебное зелье даже. Это крутая вещь, брата. Немногие удостаиваются такой... чести. Вообще немногие. Поверь мне. Тебе невероятно повезло. Меч Берсерка, но это единственный меч, который я могу тебе выдать. Тебе прям очень повезло. Преданность. Контроль берем. Вот скверно оформляй. Воин-ветеран. Дальность перемещения. Ранг для всадников. Для царской стражи. Сборщик налогов. Такс. Есть контакт. У тебя. Колыбельня. Давай борьбу со скверной. Еще пока что. Хотя ты боец, но... Эта тема тоже нужна. Сборщик налогов. Хотя слуга не сильно нужен. Скорость строительства оформим. Осведомитель. Косарь. Коса, косарь, кашу. Вопросов нет. Давайте я вот этот... Венец. И пока что все. И пока тебе... Звенец. О, красавица. А ты мне нравишься. Давай. Мейден оф дефроз. Прям из самого мороза. Из метелицы. Из Близзарда практически. Такс. Все. С тобой мы разобрались. Она присоединится. Как раз один отряд то, что слился нормально. Правда, лучше бы вот этот слился. Ну, что есть, то есть. Они там плюс-минус. Как стрелки, они одинаковые. Ну, копейщик. Чуть посимпатичнее в этом плане. О, а давайте я, наверное, сейчас... Вот тут из-за количества... Вот так вот. Из-за количества бойцов ограничено. Можем... Можем рискнуть, кстати, тобой. Стой пофигу. Давайте я рискну. Давайте отправим его огненную глотку заселять. Прям в глотку его отправим. Выживет? Выживет. Там лорд не такой уж. Для нас жизненно важный. Михаил Стефанович. Раз Борис уже ушел, закрывай за ним разлом. Хотя, может, разлом нам еще пригодится. Ладно, тут будет разлом. Я уже закрыл косяк. Ну да, лучше на своей территории не держать разлом. Просто если мы сейчас душу-то соберем, душа душой... Ну там, если мы соберем четвертую, не откроется еще. Правильно. Наверное, от нас. Ну проверим сейчас. Вот что будет, если вот и мы еще на этом же этапе, еще не разбив того, кто собрал все четыре души, мы тоже соберем четыре души. Вообще, почему я не могу отправиться сейчас в это царство? Вот вопрос большой. Я вроде бы к порталу подошел. Я думал, ну так же, как и к финальной битве, да? За Огров. Ну тут уже как бы дело есть, опыт имеем. Победа была достигнута. Победа есть. Опыт был. Так, а у тебя защитница провинции магической. Кстати, обалденный эффект. И там классный. И тут хороший. Но возьмем, давайте, не боевые потери во всех случаях. Опять же, есть и чума, холода, одинокие дома. Ну, в общем, это же Кислев. Все, все про них. Тут. Любая фраза им подходит. Как никогда. Тебе давай, наверное, вот это возведем. Стоимость найма местной армии. Ладно. А, не. Рощу. Сквер на доход от усадеб поднимем. Да, усадьбы сами. Скоро сквер поднимем. Вот. Рощу. Рощу обязательно. Специи. Пустоши не трогаем. Северная область. Берем. Хотя даже, блин, давайте, наверное, пока не будем. Пока стены не возведемся. Даже, наверное, вот это сейчас не будем строить. Деньги есть, но... А, подожди. 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 Остановись. Мы можем его отправить тут засеивать дальше земли сейчас, но... В первую очередь нам нужно уже поговорить. Я забыл, что в прошлой серии мы сделали эту тему. Как там поселение звать? Башня. Мы можем еще вот эти вот все поселения у него затребовать из этой провинции. Вон, да, это... Цветилище Алхимика. Шаньян мы можем затребовать. Тайзу. Хотя напрямую не граничим, но мы часть этой провинции. Нан Ли. И с этой провинцией все, что вон... Шань. Шань. Шан. Шаньян. Цян. А где Цян? А, подожди, у нас же тут еще граничит. Да, Цян мы можем... Забрать. И Нан Чан. А Нан Чан это где? Нан Чан вот это. Вот оно поселение. Ну ладно. Башню предлагаем. 14. По деньгам 7 тысяч предлагать будет. Но мы его попросим... Так. Мы можем вступить вот в войну против них. 23. Да. Соблазнители Слонеша. Пятнашка. Этих он еще не знает, поэтому с ними не воюет. Боевой отряд... Курханов. Сильвания далеко. Чумотворцы Нургла. Изгнание Кикхорна. Легион Хаоса. Но это все далеко. Но тем не менее. Давай все-таки вот к боевому отряду ты тоже будешь дышать. Ох. С боевым отрядом он не хочет, да? Да. С Слонеш. Пожалуйста. Ну ладно. Уравняем предложение. Он восьмеру нам заплатит еще. Мы отдаем ему эту территорию. Мы такие добросовестные союзники. Предлагаем. Мы улучшаем. Всех спасаем. Тем более все-таки Борис, ну вот, он восстановитель, я бы его назвал. За счет его уникальной прокачки, что нам ничего не стоит по деньгам засеять город. Один лорд тут идеально справляется с этой задачей, засеивает. Пробегает и... Зарабатывает. Все земли мы удерживать долго и не сможем, я думаю. Поэтому, ну, что есть, то есть. Так, накислив он не напал нормально. Изгнанники корна... Что-то делают непонятно где. Чумотворцы. Носу ковыряются, он соблазнитель из Ланеша. Ага, Дашику он насаждает. Ай, не дал мне он возвести стены. Косяк. И он еще перекупает, смотрите, латных косариков. Это плохо. Не, естественно, мы полностью сольем... Гарнизон, если не примем бой. Поэтому придется. Придется сейчас, чтобы остановить продвижение этих изращук. А все-таки... Ну, там, Дашика, Дашика, да? Все-таки... Кому как больше нравится. Ну, да. Дашика это скорее больше... Ну, потому что слог... Ударение первое. Ну, слог чаще всего в английском языке в том же. У нас... Больше Шика хочется. Хочется Шика. Хотя, ну... Если Казахстан, так вообще точно Шика больше нужно, да? Как говорится... Казах без понтов. Без понтовый Казах, да? Такс, но... Как будем защищать город. Лорд нападает с этой стороны. Лорд здесь. Здесь у нас еще Фурии. И герой там. Убить героя... Задача неплохая. Можно попробовать и тут. Но здесь своих не хотелось бы приходовать. Смысла с ними сражаться нет. А бегунки подключатся, я думаю, на фланг в любом случае. Давайте останемся, где полководец. Прямо целиком и полностью останемся там, где полководец. Можем поставить баррикаду-ловушку. Пока что возвести простую вышку. Второй отряд будет прикрывать еще здесь спинку. А все остальные готовятся вот целиком и полностью расстреливать героев, полководцев и прочих неприятных представителей славных. Все готовы. Ну тебя еще забыл. Все готовы, погнали. Здесь и один стэк. Вон, говорят, у нас 50-50 шансы. Хотя в тобой, мне кажется, поверил бы в нашу победу. Мне кажется, почему-то он бы отдал нам победу. Ну, город уничтожен. Город точно уничтожен, но от города сейчас ничего не останется. А вот они, синхронистки. Упали. Исчезли. Ох, как заклинаниями тут больно. Конечно, начинают делать. Так, а герой вместе, да, врывается? Не, лорда сейчас быстренько нагнем. Эй, 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 я не понял, почему у вас рандомно вот... Он порой у некоторых... Зачем-то включен режим перебежки вот этот. Ну, перестрелка называется, но по факту это перебежка. Тебя мы точно нагнем. Любитель. Это умеют кисливиты делать профессионально, таких любителей. Ставить в нужные позиции ситуации. Так, да, и сейчас осталось уничтожить героя. Хотя их уже все, их можно уже не мучить. Вас перебрасываем на площадь. Уходим. Так, ты вернулся. Мой юный друг. Подкрепление. Ага, идет с этой стороны. Ну ладно. Кава, значит, пока что возвращается сюда. Подкрепление целиком и полностью движется. В нашу сторону. Сюда. Если мы еще и этого сектанта уничтожим, будет хорошо. Но я хочу сказать, что будет очень даже... Даже неплохо. Так, вы, наверное, станьте здесь. Кавалерия шустрая у него. Если сейчас переключится на этот фланг, как только захвачит точку, кто-то должен будет прикрыть. Кто-то обязан будет прикрывать. Здесь никакой победе речи и не может быть. Здесь целиком и полностью сейчас... Мы размышляем лишь о том, что можем покоцать. А можем и не покоцать. Так, окей. Вы пробегаете сюда. Вас один отряд пока что прикрывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА там там мерзость идет переключаем стрелков со спины пока многое возможно но пока ничего не будет на самом деле эти простая даже даже зря на том фланге многих уничтожим 1 стек точно покосанный будет 2 не уверен который идет полными свежими рядами что будет с ними пока непонятно кавалерию тем временем можно отправлять вот сюда прорываться и захватывать точки обратно так хотя вот вот начинают уже не простаивать но это своих же товарищей вынуждены благо он выбрал отряд не с щитами сейчас он их патриарх благословит по-своему объяснит что продавать свою пусть и свою но пятую точку нельзя это бросает тень на весь кист а кстати здесь герой ну-ка сейчас переключим стрелков сюда нам нужно опрокинуть а здесь я предлагаю сейчас ставить такие вот баррикады надеюсь успеем и да это и и и и и Так, но нашего полководца он ломает хорошо. Тут, правда, сейчас свои его могут наказать. А нам нужно уже защищать, как-то готовиться вот этот фланг. Так, давай на баррикаду. Все на баррикады! Можно себя выдвинуть даже вперед при этом. Работаем, работаем. Покоцать мы его покоцаем обязательно. Просто так он от нас не уйдет. Так, если что, придется медведя, наверное, вызывать даже, чтобы убить его. Ах ты, а они все на этот фланг кинулись. Куда вы убегаете? Ну, вроде бы, хотя есть тут... Небольшая толпа... Толпа... Толпа, толпа! Толпа жаждущих и страждущих. Но это еще не тот формат. Толпа! Вот вocу! Толпа! Аifa! Так, а ну-ка, отойди мне здесь. Раз они тебя не замечают, дело же так. Только это ты... Ведь не пятой точкой будешь делать, правильно? Развернись лицом. Хотя, если бы он это сделал пятой точкой, было бы даже эпичней, согласитесь. Концентрируем огонь. Ну и эту демонессу убивать смысла особого нет. Убивай сектанта. Третий уровень полководца, ну, такое себе. Чтоб напрягаться, если честно. Сильно там. На тот или иной счет. Давай 1400 сюда поставим. Так, он пытается сбежать. А мы его должны перехватить. Этого сектанта. И он еще застрял там. Представляете? Че за пес. Не, в принципе, нам победу еще... Говорят, могут и отдать. Может, кавалерию и не сливать. Вышки сейчас бьют люто. Давай вот в этого. Подтягивайся. Нормально, работаем, работаем. Кавалерию, значит, не сливаем. Наши неплохо здесь... Себя проявляют сейчас. Давай-давай-давай-давай-давай. Ничего страшного, что он там пытается точку сейчас захватывать. Это мелочь. У него все равно ничего не получится. Там даже полководцы наши сейчас нагнут. Можем еще и выиграть. Я, если честно, полный слив обещал. Я думал, что шансов у нас вообще никаких. Но баланс, баланс неплохо еще. Оценивает положение дел. Псы могут пойти сюда, поэтому давайте. Вышка, но сюда попадать не будет, скорее всего, к сожалению. Да, вражеский лорд пал. И даже нам сейчас начинают отдавать шансы. Да, мы выиграли, господа. Кислиф невероятный сильный народ. Просто лютишь. С ними никто не сравнился. Все, эти трусы начинают бежать. Кавалерия преследовать. Это победа. Сам не ожидал. Учитывая, что здесь несколько топовых отрядов было, а у нас не было стен, я не рассчитывал полтора стека отбить этим гарнизоном. Еще он и увел один отряд ведь у нас. Не стоит забывать. Это круто. Это прям... Они топово себе показали. Сейчас кисливитые. Я в восторге от них. Не знаю, как вы, а я все еще не перестаю удивляться. Насколько они шикарны. О, сфига ли у вас ярость, обаяние сработало. Уже не хватит думать об этом. Обаятельном. Юнити. Все, забираем их. Тела и души. Их завершаем. Не догнать первую победу. Но это победа. Учитывая, что я не верил в победу. На фоне нескольких героев. Магов. Хорошего полководца. Раз. Какой-никакой. Третий левел пусть, но полководец все-таки. Демон, которого... В ближнем бою нам нечем бить. Это еще три. Есть тот же... Перемалыватель душ. Но вот этот убежал, кстати. Ускать... Скользнул. Молодцы. Восполнять потери не вижу смысла. На 7000? Кратко. Больше не нападает. Замечательно. Замечательно, друзья. Ох, там... Оракула Дзинча... Переместились, да? Похоже... Руины мне не судьба, а в том месте начать засеивать. В горах скорби. О... Игоры... Игорек! Что касается Игоря, это лучше Игорек. Мы служители пасти. Они должны пройти, скорее всего, к нам. Туда, где мы сейчас. Но мы по пути их просто разобьем. Наверное, даже. Ну, вынуждены быть там. Вряд ли что-то другое предложат. Вряд ли предложат что-то другое нам. Успеем. Но авантюрка неплохая, ну... Чего она будет стоить? Отправиться за один раз за двумя душами. За двумя зайцами. Эх... Эх, какой ты авантюрист, Борис. Какой же ты авантюрист. Хотя я думаю, на низких уровнях сложности вообще не проблема. Не проблема пройти в итоге даже в первый раз в пару царств. Когда первый раз портал только откроется. И забрать две души. Ну, а вообще, в следующих прохождениях... Ну, я думаю, Легион Хаоса может действительно стать следующим. Кандидатом для прохождения. Может, парочку также прохождений и начнем. Вот. А что касается, да... Следующих прохождений, то вот когда... В битвах за принца будут нам давать низкие потери, как это бывает с Борисом. Возможно, будем отдавать победу на автобойку. С другой стороны, патчи могут менять. Но когда выйдет очередной патч, достаточно крупный... Ну, еще вопрос. Еще вопрос, но я не думаю... Прохождение, скорее всего, если буду начинать, то уже достаточно скоро. За демонов Хаоса. А в ближайшие две недели в этом случае какую-нибудь душу мы-то найдем. Да? Хотя на первых порах там автобой и не будет нас верить. Может и будет. Ну, посмотрим, посмотрим. В общем, ну... Если что, пишите в комментариях, как бы... Тему на раздумье повесил. На обсуждении она останется. То есть, отдавать ли... Или не отдавать... Автобой, если дает... Ну, задушим. В перспективе. Уф, 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 уф. Мятежники к Хорну. Полное поражение. Но здесь придется еще раз сразиться. С ними, да? То есть, мы их не добили. И теперь... Этот же покоцанный гарнизон будет отбиваться. Возможно, потеряем поселение. Возможно, мятежники тут и добьются успеха. Все-таки у них лорд целый, здоровый, жирненький и мощненький. А у нас все отряды... Ну, вот максимум, что может вытащить кислев в этом случае, это кисливицкая стойкость. Потому что они в определенный момент сработают этот эффект. Они будут... Держаться до последнего. Они не побегут. Они, ну... Чуть дольше, чем остальные будут сражаться. Любой другой отряд, любой другой фракции могут уже убежать. Баланс. Вот, на что стоит, кстати, обратить внимание. Баланс. Отвратительный баланс, который нам может не дать... Выиграть. Полководец, похоже, идет отсюда. Мы его просто не видим. Гончие плоти со спины. Учитывая, что полководец там... Мы будем оборонять... Рубеж здесь. Вышку ставим так. Хотя против них... Возможно, лучше сразу поставить баррикаду. Это может иметь... Сейчас... куда большее значение. Погнали! 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 Так, кто-то тут... С режимом перестрелки нет. В этот раз. Ммм... Кстати... Там гончий. Наверное, один отряд все-таки еще вот сюда я сейчас переброшу. На том фланге гонщик. Да, здесь и полководец. С собственной персоной. Не, мы можем еще мишкой разметелить вот этих здесь. Но нужно ли сейчас в этой ситуации именно привлекать мишку? Мне кажется, пока не стоит. Хотя, подожди. Менить не получится уже. Ладно, ждем. Пока наши стрелки справляются добротно. Да, ёб твою дивизию. Да нет же, ну нет же. На. Это я пытался нажать. Не вышку перестраивать я хотел. Так, уходить, уходить, уходить от гонщик. Не пытайтесь с ними сражаться. Выходите за пределы поселения. Ну что, как там? Как там успехи? Стрелять будешь? Всадники свалили. Вообще, за пределы поселения пока что. Ну мы выиграем. Учитывая, что у нас еще в рукаве есть медведь. И пока что живая кавалерия. Я думаю, все будет хорошо. Медведь, плюс вышки, и все замечательно. Так, вы все сюда. Перестроиться. Перестроиться. И ждем. Кстати, хорошо, что ты не отошел. Я остался здесь. С гонщиками работать можно. Стрелы там будут залетать как к себе домой. Здесь предлагаю сделать следующим образом. Вызываем медведя. Ох, как баланс. Вы видели? Качнулся резко. И ты идешь полководца гасить. То есть баланс за счет медведя очень сейчас пошатнулся. На время, естественно. Но это время мы можем использовать, чтобы опрокидывать пехоту. Можем, чтобы сломать дух этого демона. И в итоге победить. Замечательно. Попробовать вас допреследовать, допреследовать. Мы одержали еще одну. Вполне убедительную победу. Мне нравится. Кисли. Кислиф велик. Кислиф могуч. Кислиф никто не сможет сломать. Ну, в принципе, тут уже все. Еще одна первая победа. Замечательно. Господа. Господа. Господствуют в этом мире. Мир меняется. Хаос нападает. Хаос вроде бы становится сильнее. Но, господари. Именно они диктуют свои правила. Именно они масоны этого мира. Так, берем деньги. Берем деньги. Восстание. Противник погиб. Противник погиб. 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 Персонаж ранен. Кстати, Гаврилу нашего ранили. Который должен был закрыть. О, портал закрылся, кстати. Разломы ведущих царствахалов в обход водород. Они будут открыты вечно. Через указанное число они исчезнут. Игибаются до тех пор, пока Урсун снова не взревет. 12 ходов. Это вот получается... Блин, а я портал закрыл. Но все равно мы вернулись бы. И портал закрылся бы. Блин, может я зря начал охоту за душой. Еще и здесь достойное поражение. А ну-ка. Борис сейчас в любом случае находится в разломе. В царство. В разломы войти. То есть я могу отправиться туда, где у нас душа уже есть. Какая-то странная бодяга. Но надо разбираться сейчас с осадой. В первую очередь. Наверное, на этом я... Сейчас сконцентрирую внимание в следующей серии, чтобы не забыть. Разберемся. Ну вот восстание, восстание, восстание. У нас еще осада. То есть тут мы осаду снять не можем автоматом. А здесь... А ну здесь все нормально. Здесь пять сотен стабильно. Мы заработаем. Ну а карака, азорну... Ну, мы должны побеждать. Здесь нет ничего такого. Да, у нас покоцанные отряды. Но у нас больше мы сильнее. И мы их разобьем. Лично в следующей серии уже будем разбираться. 12 ходов, я так понимаю, вот как раз таки пятнашку отчитывают. Уже, блин, что, три хода прошло? Шанс сразиться с особняка спасителем чмит. Почти... Обредите неуязвимость. Перехват душ. Переместитесь в кузницу. Блин. Или нам в кузницу нужно было из нашего царства отправляться. Я нифига вот что-то здесь сейчас... Не пойму. Требованиям, которые предъявляют нам. Разломы вон позакрывались. Кстати, говоря... О птичках. Если нам нужно через разломы отправиться в кузницу душ... А порталы сейчас закрылись? Разломы. Там можно было полторы тысячи не тратить. А как бы мне попасть тогда... И сразиться с Кугатом? Это что, баг? То есть, в принципе, в теории. Сейчас, смотрите. Как я понимаю? Поправьте меня, если я не прав. И если я не успею захватить душу... И сразиться с Белокором... И сразиться с Белокором... Лично... То... Из-за бага... Кугат победит. Это будет поражение в компании. Я ничего не смогу сделать в этом случае. Получается так. Хм. Но все как-то тут намекает очень тонко, но на это. Дисциплина общий резерв найма позволяет нанимать. Ну, давайте возьмем уникальную постройку и эту уникальную постройку и эту уникальную постройку. То есть, спраг застроим должным опытом. Как того и требует этот город. А, Дашику, Дашику, которая сейчас укрепилась, мы все-таки начинаем застраивать полна цена. А здесь еще один ход нужно подождать. Кстати, огры в режиме налета могут достать до тебя. А армия у нас немножечко уставшая. Блин, отступить и не брать тебя, что ли? Ладно, это все уже будем в следующей серии думать. Пока, пока как-то мне не нравится. Все напоминает, что Кислев может слиться ненароком. Ну, а тут вот завершаем серию. Мы прорываем осадку. Пока, в любом случае, делаем все возможное. Борису чуть... А, ну тут никого нет. Мне казалось, кто-то появился. Тогда давайте огненную лодку сейчас заселим. И уже потом завершим серию. Потом уже завершим. В огненной глотке для нас, правда, уникального ничего нет. Все, друзья мои. Вот такая вот новость. Бак или не бак, вот в чем вопрос. И увидимся в следующей серии. Надеюсь, мы разберемся. Даже если это баг. Поранее. Пугат. До следующей серии. Всем добра. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова